...опряженной обстановке. На этот раз партнеры не смогли договориться о том, кто несет ответственность за кризис сэр Болтик. Председатель фракции Единства, отвечая на вопросы журналистов, указал на министра сообщение. Без сомнения, ответственность Аугулиса за отрасль самая прямая. И ситуацию надо проанализировать. Но об отставке мы сегодня не говорили. Руководитель же Зеленых и Крестьян притворился, что не слышит коллегу. Я прослушал. О чем вы говорили? Вы меня спрашиваете про отставку Артиса Камперса? Про министра сообщения. А я думал про Камперса. Мне так показалось, потому что речь шла про Аэр Балтик и последние заявления. В общем, обе фракции винят министров-партнеров. Похоже, что каждый так и остался при своем. Прошлые министры понатворили таких дел, которые сейчас приходится как-то исправлять. Господину Аугулису большая доля ответственности за то, что ситуация усугубляется, но не становится лучше, смотря со стороны государства, именно как владельца компании. Чем это все закончится, сразу трудно ответить. Сначала, по-моему, нужно оценить работу Камперса. Я думаю, с этого нужно начать, потому что Камперс, по-моему, очень так, ну, как-то опрометчиво сейчас высказал, как и обведение к адресу компании. Ну, я думаю, у этой компании есть все возможности просто Камперса в суд подать. В то же время оппозиционный центр согласия пользуется случаем и критикует всех сразу. Мол, национальной кампании нанесен ущерб, а в правительстве играют в политические кошки-мышки. Нет у них компетенции министра экономики сегодня комментировать поведение конкретной государственной кампании. Все-таки это министерство сообщения должно было бить во все набаты, если увидел проблемы. А если нет, значит молчать. В этом случае я вижу, что конфликт между зелеными и единством переходит уже в вредство, в интересное государство. Эксперты видят в скандале с национальным авиаперевозчиком начало предвыборной кампании. Видимо, Камперс, который потерял в популярности, работая министром, попытался вернуть рейтинг доверия, считает политолог Ивар Иевс. Предвыборная борьба уже началась, и она происходит между министрами, которые выступают с противоречивыми заявлениями, что, конечно, создает довольно-таки странные ощущения, в том смысле, что мы как-то чувствуем, что наши министры не ладят между собой. Крестовый поход Артиса Камперса против руководства «Эрболтик» может стоить очень дорого всему единству. Фактически министр экономики подставил премьера, которому сейчас нужно будет принимать решение по авиакомпании. Что касается «Эрболтик», я думаю, что тут действительно свое слово должен был бы сказать премьер-министр. Потому что, если это действительно соответствует действительности, что он об этом уже знал и бездействовал, тогда это, конечно, будет выставлять в очень неблагоприятном свете самоправительство самого Домбровскиса. Валдес Домбровскис обещает дать оценку ситуации с «Эрболтик» уже завтра. Пока же премьер находится в Гонконге и оттуда никаких заявлений не делает. Алексей Гусев, Михаил Рыжков, телекомпания «ТВ-5». Юрий Алексеев, экономический обозреватель, гость нашей студии. Добрый вечер. Давайте попробуем разложить по полочкам. Вот глава авиакомпании «Бертельтфлик» просто получает баснословную зарплату, согласно его декларации, 24 тысячи латов в месяц. Государство вливает миллионы в компанию. И тут вдруг выясняется, что у нас дыра 90 миллионов. Так что же происходит вообще в «Эрболтик»? «Эрболтик»? Ну давайте сначала оценим, что там делает государство. А государство там делает свою работу, как главный акционер этого предприятия. 52,6% этого предприятия – это в руках государства. Любой бизнесмен, даже самый маленький, владелец двух киосков на вокзале, вам скажет, что если у вас контрольный пакет, следовательно, вы управляете предприятием. А государство ходит вокруг и жалуется, что типа, ой, там что-то такое творится, ой, «Бертельтфлик» имеет там какую-то зарплату, а что же мы тут бедные, надо что-то нам придумать. А что им придумывать, простите? В Совете «Эрболтик» сидит решающий голоса, управляющий Совет от государства, специальные мужи, которые, кстати, зарплату получают тоже очень даже неслабую. Чем они там занимаются? Вот там происходят махинации, а там сидит контролирующий и контрольный пакет нашего правительства. Вот что они там делают? Объясните мне, пожалуйста. Нет, ребята, вы должны посмотреть еще на этапе, когда там что-то затевается, какие-то неправильные решения, какие-то деньги куда-то в офшоры, говорят, уводятся, что-то такое. А вы туда зачем поставлены? Надзирающими? Правильно. Вы должны за этим наблюдать. Я говорю, что любой киосочник, вот маленький бизнесмен, дай ему такие полномочия в «Эрболтик», он там наведет порядок за неделю, а наше правительство не может. Ай-яй-яй. Ну так все-таки утратило контроль государства над национальной компанией? Я думаю, что нет. Я думаю, что этот контроль оно имеет. Просто-напросто не государство имеет контроль, а имеет контроль определенные лица, которым это отдано, так сказать, на кормление. Вот в данный настоящий момент, значит, там сейчас министр транспорта у нас от «Зеленых» и «Крестьян». Прошлый министр транспорта у нас был в «Шлесах», кажется, то есть от другой партии. Там определенные интересы, эти ребята между собой устраивают. И сейчас весь этот конфликт насчет убыточности аэроболтики, каких-то финансовых проблем, каких-то нужных вливаний, это верхушка Айсберга, а внизу вот то, что это трение между двумя партиями. Это партии «Зеленых» и «Крестьян», которые сейчас называют олигархами, и партии, значит, министр Камберс представляет, кажется, явность Лайкс, то есть это единство. Между ними сейчас пробежало окошко в виде президента Затлерса, который, значит, наехал на олигархов, распустил сейм, и они сейчас начинают политическую борьбу. Ну, а в качестве вот этого объекта политической борьбы, значит, наш несчастный аэроболтик, который, да, сейчас действительно в условиях кризиса испытывает наверняка какие-то определенные финансовые проблемы. Ну, простите, это национальная авиакомпания, которая перевозит 3,5 миллиона, которая приносит огромный доход в аэропорт. Это, так сказать, отраслеобразующие предприятия государства. Какие там могут быть скачки с конями, вот этот цирк, который они сейчас там устроили, и на этом же деле кормятся тысячи и тысячи людей, имея там зарплату. Там платятся такие налоги. Ну, ребята, просто возьмите, наведите порядок. И что еще самое интересное, наш министр Кампорс сейчас сначала объявляет, что там проблемы, там воруют, там офигенные убытки, там надо вливание. И тут же объявляет, вот есть покупатель, который хочет это купить. Самый маленький бизнесмен скажет, что это идиотизм. Сначала ты опускаешь с высокой трибуны. Ну, кстати, билеты-то уже, говорят, подешевели на 15%. Не подешевели они, а отказы от покупки билетов. Ну, это вопрос, как посмотреть. Может быть, это тоже там наш министр транспорта несколько сгустил краски. Я не думаю, что люди, которые сейчас летают в Лондон как на работу, будут, они внимательно читают все высказания наших министров. Я не думаю. Ну, даже не в этом дело. Просто министр объявляет, что он хочет продать этот актив. И перед тем, как объявить это, он объявляет, что там все плохо. Там полное, ну, не могу сказать такого слова в эфире, то есть творится в этом Аэробалтике. Это нормально. То есть человек, который хочет продать, он говорит, у него какой-то китайский там инвестор есть, для начала опускает свое предприятие так, что его там типа даром не возьмут. Нет, ну это, я просто поражаюсь. То есть эти ребята там сейчас разыгрывают наше национальное предприятие, между прочим, весьма серьезной стоимости. На это предприятие там литовцы облизываются, эстонцы облизываются. То есть какими-то немытьем-то катанем она стала в определенном смысле монополистом в регионе по перевозкам. Это огромный актив нашего государства. И эти ребята, они сейчас его сливают, простите. Именно так, своими играми. Но выходит, что Кампорс поставил, у него на кону стоят как раз выборы, и, наверное, ему это дороже, чтобы попасть опять в парламент. Да, ему это самое двухтысячелатовое министерское кресло, конечно, дороже многомиллионного предприятия государственного. То есть он согласен. Он согласен сейчас. Вот два министра начинают спорить. Вообще еще один идиотизм ситуации. Два министра между собой спорят. Простите, это кто? Это министры одного кабинета. То есть вот депутаты, спорщики, где все имя, это есть место для дискуссий, выбраны в кабинет министров, где должны проводить общую экономическую политику. Их для этого туда выбрали. Они из депутатов, спорщиков, становятся чиновниками, которые должны двигать общую экономическую политику. И два министра начинают между собой спорить. Причем публично. Я понимаю на закрытых заседаниях кабинета министров уяснение позиций, разборка такого, такого, такого плана. Это я понимаю. Но когда выходят этими клоунами шоу, то есть приходят на телевизор. Один, например, сказался на телевизоре, а я на радио скажу. Третий в газете дал интервью, четвертый там еще что-то. Вот мы имеем такой кабинет министров. Ну не знаю, ну... Одесский дворик такой. Понимаете, это Одесский дворик, а не кабинет министров. Так кто должен уйти? Кампорс, Ауглис или Флит? О, к чертовой матери. И с премьер-министром вместе взятым. Такой... Нет, ей-богу. Я видел одну историю, когда, значит, три года назад президент Затлер слетал, значит, по трем странам. Узбекистан, Казахстан, Туркмения. Я был в этом пуле журналистов. И в Алма-Ате поспорили два министра тогда, Шлестерс и Ерхарс. Тоже, кстати, министр экономики, министр транспорта. Я это дело услышал, значит, журналисты стояли. Я записал, что вот министры поспорили, на такую тему опубликовал статью. Через три дня мы прилетаем, значит, в Ташкент. Там журналисты, коллеги меня встречают, говорят, слушай, это правда, что два министра поспорили? Прилюдно при журналистах. Я говорю, да, было такое дело. А что теперь им будет, когда они приедут домой? Их, наверное, снимут. Вот у них, понимаете, у коллег-журналистов восточных мозги построены правильно, в отличие от нас. То есть, они понимают, что если два министра начинают публичный базар, это уже не министры. Их надо гнать оттуда. Это означает не то, что у них какие-то разногладия, это означает, что у них нет вообще общей экономической политики. Что один тянет экономическую политику в сторону зеленых и крестьян, причем не просто зеленых и крестьян, а именно одного элемента выборов, которые состоятся через два месяца или через три. А второй тянет в свою сторону, свою пиар-компанию делает за ценой актива, стоящую многие десятки миллионов, может, сотни миллионов латов. Ну, а кто такой все-таки флик? Вот его конфликт с Герхардсом, Каспаром Герхардсом, бывшим министром сообщения, сейчас он в открытую конфликтует с министром экономики Камперсом и все равно остается на посту. Подождите, кто такой флик? Если он конфликтует, это правильный человек. Бизнесмен не может быть неконфликтным. Бизнесмен должен вести свое предприятие вперед. Какой-то флик до сих пор удавалось, мы все прекрасно видим, что там из двух каких-то стареньких самолетов сейчас 35, кажется, этих самолетов, и они захватили огромный кусок транспортного бизнеса в регионе. То есть деловые качества флика налицо, мы видим по результатам. Теперь по поводу того, что он спорит. Флик сидит там много лет, министр у нас меняется, каждый год. Ну что, он со всеми будет соглашаться? Так и этот, рухнула бы давно, это же компания, если бы он соглашался со всеми клоунами, которые туда приходят. На полгода, на год посидеть там, попиариться, по телевизорам погулять, значит, по экранам со своими заявлениями. Ну, с другой стороны, если флик жулик, предположим, то почему тут министр об этом деле кударчит? Простите, для этого из прокуратуры. Для этого у нас есть девять спецслужб, которые занимаются, там, начинает КНАБа, заканчивая муниципальной полицией, которые должны заниматься правоохранением и разборкой, куда уходят деньги. Есть специальный надзорный совет от государства, сидит, флик в одном кабинете, все бумаги, которые флик подписывает, проходят через их руки, они их видят. Контролирующие организации немерено. И министр начинает, ай, мы ничего не знаем, что там этот ужасный флик, кошмарный делает. Ну вот и последний вопрос, но очень коротко. Может ли Эрболтик стать вторым пароксом, который будет опять спасать и вливать деньги? Если так будет вести наше правительство, оно обязательно станет вторым пароксом. Я могу так сказать, что специально валить. И сколько придется вкладывать денег? Ой, ну пока что разорится и все. Если мы захотим его поддержать, называлась сумма 90 миллионов в настоящий момент. Нет, ну после заявления нашего министра, а это может быть 90 миллионов, уже будет становиться двумя стами. Кстати, если мы вспомним историю пароксом, был момент, когда можно было загасить этот самый пожар небольшими деньгами. Наши министры между собой начали опять спорить. Опять курятник начал раскудахтываться, вместо того, чтобы решать вопросы быстро, оперативно. В пароксе тоже было нормально, можно было в свое время небольшими деньгами пригасить. Когда оттуда парители активы, когда объявили, что все, так и все плохо.